Дроны под санкциями украинские чиновники ввели серьезные ограничения на использование беспилотников. Запускать их теперь можно только по специальному разрешению и на определенную высоту. Но самое главное, журналистам и простым гражданам будет сложнее узнавать правду о шикарных поместьях дорогих слуг народа. Детали в сюжете Игоря Левенка. Это имение украинских чиновников, народных депутатов, судей, прокуроров, роскошные дворцы с бассейнами и теннисными кортами, спрятанные за высокими заборами. Как живут слуги народа, обычные люди узнали благодаря вот такому изобретению человечества. Квадрокоптер. Беспилотный летательный аппарат со встроенной камерой, управляемый дистанционно. Благодаря развитию технологий, журналисты получили очень удобный инструмент для фото- и видеофиксации с воздуха, чтобы в дальнейшем поинтересоваться у должностных лиц происхождением богатства. Нас мало цікавлять остатки паристичных грамотян. Нас цікавлять те люди, которые служат народу, вроде бы я, но живут намного лучше, чем те, кому они служат. Сначала дослеживаем майно через декларации, через открытые реестри чиновников, судей, прокуроров и других государственных действий. И за помощью беспилотников мы снимаем остатки, маятки. Но теперь украинские власти ввели серьезные ограничения на использование беспилотников. Правила настолько жесткие, что запускать дроны можно только имея специальное разрешение и в отведенных для этого местах. Для того, чтобы полетать на высоте больше 50 метров, мне нужно получить дозволь за 10 дней перед полетом, угадавши погоду, надавши час, когда я буду летать. Такие нововведения вызвали общественный резонанс. Ведь теперь де-факто запрещено летать над домами вип-чиновников, если к ним приставлена государственная охрана. В любом месте правоохранители могут изъять беспилотник, проверить видео под предлогом защиты национальной безопасности. Например, я человек, который не нравится, что вы запустили дрон. Я телефоную в государственную авиационную службу. Инспектор выезжает на место и складывает против вас протокол. Инициатором суровых правил стала Государственная авиационная служба Украины. Один из авторов новых положений уверяет, они обеспечат порядок в небе. Как есть правило дорожного движения, вот это аналог правил воздушного движения, для того, чтобы вся авиация, все борты могли летать безопасно. Только кто будет следить за выполнением новых правил, пока не могут понять. Ни их создатели, ни собственники дронов, которых в Украине порядка 50 тысяч. Представники Державиаслужбы должны иметь что-то на зразок ДАИ, типа Карлсонов, которые будут конкретно летать и смотреть, где летают дроны и штрафовать властников дронов. Это очень размыто написано. И привлечь к ответственности, я думаю, что по этим правилам будет тяжело. Пока новый порядок использования аэропространства имеет статус временного. Активисты же надеются, что руководство Госавиаслужбы пойдет на диалог и в правила внесут изменения. Игорь Левенок, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер.